здравствуйте меня зовут олег минаев я живу в городе листа родился здесь вырос работаю здесь работаю на скорой медицинской помощи на станции скорой медицинской помощи уже почти 30 лет там работаю ну и параллельно занимаюсь исследованиями нашего народа ну потихоньку изучал историю древнюю сначала потом немножко сюда ближе и вот вопрос о гражданской войне меня очень затронул и поэтому я начал более углубленно этим заниматься изучать и очень много пробелов увидел нашей истории именно в истории калмыкии и решил этот пробел но не восполнить а хотя бы что-то накопать да только для себя это не было таким целью чтобы даже книгу издать не было цели просто я составлял родословную я спрашивал у отца у дядек у родственников спрашивал все по нашему роду когда они рождались вот деды и прадеды когда в каком году родились чем занимались и вот выпало так что мой дед как раз таки он воевал гражданскую войну и отец всегда говорю в джунгарском полку воевал джунгарском полку а вот я думаю что за джунгарский полк уже тогда интернет был это было в 2007 2008 года да я залез в интернет все посмотрел ничего не нашел путного единственное нашел до статьи балыкова санжи балыкова вот как раз таки про зунгарский полк одну статью и рукописную это как она называется машинописную рукопись джев зина там тоже было немножко про зунгарский полк и вот и все такая очень мало информации в первую очередь эта книга книга памяти о тех джунгарских которые воевали в этом полку потому что здесь представлен поименный список более двух тысяч человек но по нашим подсчетам таким приблизительным в джунгарском полку вообще служила около трех тысяч там где-то около тысячи ну погибла примерно дав за три года около тысячи там до попала в плен в плен очень много попадала потом а некоторых расстреливали вот у кого то зачисляли в красную армию и вот и в тысячном составе даже больше чем в тысячном составе он ушел в крым в крым да а потом в турцию в эмиграцию и вот а здесь всего 2000 2000 с лишним конечно я не знаю мы еще найдем или нет еще имена этих участников этих бойцов полка но мы сейчас продолжаем в цифровом формате этот список дополнять информации персонами и уже есть некоторые подвижки если здесь сейчас скажу 2120 кажется участников то сейчас на сегодняшний день мы уже нашли 2200 уже много нашли после того как издали ну и конечно здесь отображен боевой путь джунгарского полка как он формировался как он начинал свой боевой путь где воевал с кем воевал мы как закончил свой боевой путь в турции и как потом оттуда все разъезжались в разные страны в том числе и в россию вернулись некоторые эту книгу мы два автора нас в этой книге это владимир хохов он живет сейчас в ростове но у него предки тоже были в этом полку у меня тоже вот дед был в этом полку и вот мы вдвоем очень много информации нашли и вот издали вот такую книгу книга продается в кишката белик ну или мы сейчас делали презентацию рекламу везде там указаны телефоны если что у нас есть еще еще много кто желает хорошо телефон не укажу ну в общем про знамя вообще джунгарском полку за все время его существования было два флага первый флаг это был освещенный бакшой донских калмыков менки барманжиновым это был полковой штандарт метр на метр желтого цвета с красной каймой и с изображением дайчинг тенгер так как этот флаг в двадцатом году он пришел неприглядный вид из-за огня осколков пулевых вот этих отверстий все его в крыму изготовили в крыму изготовили новые знамя но уже с изображением о контейнер так как уже третьего калмыцкого полка уже не существовало а на третьем калмыцком на знамени третьего калмыцкого полка было изображено изображение как раз таки о контейнер и решили сделать вот на новом знамени сунгарского полка о контейнер и сделали его немножко больше она была уже длиной 2 метра и высотой 1 метр уже прямоугольный она была она тоже была желтого цвета с бахромой красным было и также было написано 80-й зенгарский полк вот здесь вот на задней обложке книги мы здесь изображено знамя первое знамя с изображением дайчинг тенгер а уже второе знамя которое изготовили в крыму двадцатом году она была прямоугольная и уже с изображением о контейнер почти все население калмыки она все-таки была за белую армию я объясню почему во-первых красная большевики они занимались пропагандой и они уничтожали все святую вот религию они очень уничтожали а для калмыцкого народа религия она на первом месте стоит это самое святое да да это это был образ жизни это жили по нем все и все что связано с буддизмом с хурулами с храмами священнослужителями это было все святое это было если что-то случалось ну допустим там хурул разрушил кто-то все вставали прям поголовно и старым лаз вставали и безоговорочно так и было в гражданскую войну большевики же объявляли как ленин сказал религия это опиум для народа уничтожать все религию и вот калмыки они встали на защиту даже не родины а просто на защиту своей религией а потом уже до родина дети семьи и так далее и вот здесь сейчас говорят там вот в основном донские калмыки там воевали а я скажу вот сейчас вот я когда мы по выпуск выпустили книгу по донским калмыкам а мы все равно продолжаем исследование уже в цифровом формате добавляем там и дополнительную информацию по списку и по персонам дополнительную информацию и по астраханским калмыкам вот по тургудам по дельюдам по башидербетовскому улусу ставропольской губернии и мы все больше убеждаемся что все таки все калмыки были подавляющее большинство было за белых первые калмыцкие полки красные появились только аж в двадцатом году а где они были 18 19 а потому что все были на стороне белой армии этот кто потом те попадали в плен или были захвачены там территориально их потом насильно создавали вот эти красные полки и только в двадцатом году появились красные полки калмыцкие красные полки чисто до национально соединяет атака красными они вообще не воевали там за красных они вообще не воевали их просто убивали калмыка просто убивали а потом когда поняли что все таки это народ и надо из них какую-то национальную часть делать они уже к двадцатому году только на двадцатом уже после уничтожения белого движения нет нет это гражданская война же было три года 18 19 20 год да и вот в двадцатом году где-то в начале весной может двадцатого года появились первые красные полки вот восемнадцатом году их не было в девятнадцатом году их не было потому что все воевали на стороне белой армии и только потом когда уже стал много до попадать в плен очень много территориальных калмыкию захватили уже здесь улусы все были под контролем советской власти и поэтому стали создаваться мобилизовывать молодых ребят но не только молодых и осознавать калмыцкие полки и только тогда появились получается кстати да больше ста лет прошло события которые произошли в округе области войска донского все-таки надо начинать с семнадцатого года когда миролюбиво все начали во всех станицах донской области создаваться советы рабочих казачьих депутатов это делалось просто и легко почему потому что закончилась первая мировая война и возвращались солдаты и казаки домой но часть казаков она уже была сагитирована на фронтах этой войны за большевистскую власть и они когда придя к себе домой они стали агитировать это все а в основном вот которые вот эти агитаторы они были даже убежденными уже большевиками там ставшие на фронте и вот когда они пришли они создали во всех станицах эти советы эти советы стали упражнять все вот эти на делу и все по и конфисковывать все и народу в донских станицах где казаки донские жили там это было как-то проще потому что не было там там не было национального вопроса там все были как казаки все быть а вот в калмыцкой станицах там было немножко сложнее почему потому что уклад жизни другой до религия другая и вот западные станицы стали потихоньку заселять иногородними и уже к семнадцатому году в станице платовской проживала около трех с половиной тысяч не казаков донских а иногородних это русские крестьяне они не считались казаками им не давали на дело вернее им давали на дело но давали очень мизерный на дело допустим если в сальском округе калмыку положено ну там я не знаю если в пропорциях считать там допустим 10-10 да вот каждому калмыку положено а донскому казаку в других станицах там давалось в два раза меньше пять десятин а иногородним русским крестьян одна десятина все какая разница да почему калмыкам такие привилегии были потому что они занимались коневодством коневодство было в сальском округе это была самая такая очень производительная мощная такая структура до все эти лошади они поставлялись в армию российскую императорскую армию и не просто лошади а хорошие лошади хорошие справленные все и очень много было конезаводов на территории сальского округа они они были все частные да но они все работали на русскую императорскую армию на россию конечно это все продавалось и и очень много конезаводчиков было калмыков которые были считались богатыми а чтобы это вот балыков даже говорил царский округ задонская степь это конное царство лошадиное царство лошадей было очень много тому миллион с лишним лошадей было и вот чтобы этот миллион лошадей нормально взращивать все на производительность что было нужны пастбище и поэтому калмыкам давали вот такие побольше на дело а они хлебопашеством но занимались кое-где да но это не было основу основным производством основе производства это было коневодство все-таки и поэтому калмыкам каждому калмыкам на дело давать большие а русские крестьяне им лишь бы попахать землю спахать а на одной десятине, что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. В основном до революции калмыки, которые не хотели там работать, ленивые были, они сдавали в аренду этим густым крестьянам. И жили, получали ренту и жили на этом. И, кстати, хорошую ренту очень получали, потому что, я скажу для сравнения, самый бедный калмык в Донской области, он, по сравнению с Астраханскими калмыками, он был такой более-менее нормальный. У него было свое хозяйство, у него обязательно были лошади в хозяйстве, а лошадь это показатель, в Астраханской губернии показатель. А в Донской области у калмыков там у всех лошади было, 2-3 даже были. Почему? Потому что там, когда уходишь в аренду, там обязательно ты должен со своим конем. Это было в такой закон, условие такое было. И, конечно, крестьяне, которые в Платовской странице уже поселились, их было уже половина населения. Три с половиной тысячи калмыков было в Платовской и три с половиной русского иногороднего населения. Итого 7 тысяч. И, конечно, когда они поставили вот эти советы, там, стали вот это все делать, калмыкам это не понравилось. Они стали бунтовать, их стали там, ну, в общем, конфликт начали создаваться. И когда пришли, вот степной поход, когда белые пришли, это уже было в начале восемнадцатого года, они все упразднили эти советы, а чтобы неповадно было, они взяли там двоих-троих, они расстреляли там самых-таких главных. Зачиннички, у которых, потому что это были бандиты, по большому счету, это были бандиты, которые так отбирали земли и приписывали кому хочешь. Да, закон продуманного, посмотрите, бандиты, 100 лет бандитов сейчас. Да, как Ельцин говорил, бандиты с черными повязками, а эти бандиты с красными повязками. Ну, в общем, вот это все так сделали, они, но вот семь тысяч населения по странице. Как управлять советом? Там было намного больше этих сотрудников этого совета, их было около трехсот. Ну, вот я слышал такую цифру, около трехсот, да. Но арестовали там, конечно, не триста человек, а арестовали где-то порядка пятидесяти человек. Самых рьяных, да. И их не расстреливать повели, а на трибунал погнали в сторону Новочеркасска. Конвоирование были, калмыкии-платовцы, с Платовской станицы. Они знали этих русских всех и прибежали жены, дети вот этих арестованных и стали просить калмыки, отпустите их. Они, как преданные закону власти, они говорят, нет, мы не имеем это право, все, своевольничать, нам приказано вести, мы везем все. Они их не послушались, но те разошлись по домам, а они погнали в сторону Новочеркасска. И вот где-то километров 10-20 станицы, их не напали, они встречают офицерский отряд с этого же похода со Степнова, но их не тоже, это с белой армией тоже. И они говорят конвоирам, калмыкам, все, вам свободно, идите, мы сами их сопроводим в Новочеркасске. Ну приказ есть приказ, все, они пошли в свою часть дислоцировавшись, где она там стояла. А эти офицеры, они прямо из пульмета всех расстреляли, в балке прям, потому что, ну, они были злые, они знали, что, и вот это вот весь расстрел лег, подозрение все на калмыков, что это сделали калмыки. Весь сразу, с этого все началось, весь мгновенно разлетелось, в станице началась резня, друг другу начали, калмыков вырезать начали. Потом, а Платовская страница, она была как бы стратегическая такая, за нее там, она несколько раз переходила из рук в руки, это только в восемнадцатом году. И вот придут красные, они начинают расстреливать, уже после этого, уже расстреливают уже. Придут белые, они расстреливают тех, да. И поэтому все Платовцы, они убегали. Там и стали, в этом же восемнадцатом году, стали рушить хуру, потому что это калмыки вот так сделали, вот русское население, а мы вот так вот сделаем. А большинство калмыков в то время находилось на фронтах еще. Которые, да, первые народы. Они приходили в станицу, они видя вот это, они уходили, уходили в степь, а там примыкали уже к отряду, который собирал, был такой Харунджи Эрне Буринов с Платовской станицы. И вот он к марту восемнадцатого года, где-то двадцатого марта, он собрал около шестьсот пятьдесят воинов, калмыков. И с этим отрядом он влил. Именно воинов, да. Которые были с шашками, которые были на конях были, да. И он собрал их, и в основном это были Платовские, да. Из шестьсот пятидесяти где-то около пятисот человек, может чуть меньше пятисот, это были с Платовской станицы. И вот он с этим отрядом примкнул к степному походу, походного генерала Петра Харитоновича Попова. Он их принял. И вот с этого момента, это кстати, вот историки, российские историки, которые гражданской войной занимаются, они говорят, что вот это именно событие, когда в походный отряд влилось шестьсот пятьдесят калмыков, это считается важным событием. Почему? Потому что после этого вливания в донских станицах, близ лежащих округов области войска Донского, казаки стали поднимать, восставать тоже, стали восставать, убирать вот эти все эти советы, советские все, и стали собирать оружие и собирать отряды. Каждая станица стала свой отряд сколачивать, и уже это был как пример, как толчок был, да. И когда в начале апреля, да, в начале апреля, а это к двадцатому марта восемнадцатого года примкнул отряд вот этот, а через неделю в этот же отряд пришло еще двести калмыков с Грабберской станицы. Их привел и Саул Абуша Алексеев, и они еще больше пополнили вот этот отряд. И уже, если они шли осторожно, не влезая в большие бои, так маневрировали, то после этого, когда мощнее стал, да, степной отряд мощнее стал, они уже смело шли вперед, повернули на север, к Салу, на Калмыцкой станице и в Буруйской станице, к ним примкнуло еще 150 калмыков. Вот почему, говорят, зюнгарский полк, он состоял в основном из Грабберской, Платовской и Буруйской станиц, под закол Калмыков. Ну, это можно сказать так, да. Почему? Потому что, когда он формировался, да, вот там было 500 человек Платовцев, там 200-250 человек Грабберской станицы, и вот 150 с Буруйской. Да, костяк вот именно с этих станиц. А там человек 100-200, это были, да, с других станиц просто. Это, конечно, мизер, да, по сравнению с ними, что дали эти три станицы. Да, но с годами, на следующий год все равно там все калмыки уже стали, ну, в Донской области стали восставать и примыкать к этому полку, и уже, как бы, это не актуально стало, что вот из-за них только трех станиц этот пол состоял. Нет, он состоял из всех станиц области войска Донского, в смысле калмыцких станиц. И вот когда они, вот калмыки, вот эти 150 калмыков еще с Буруйской соединились к этому отряду, они уже смело пошли. И калмыки всегда были в авангарде. Всегда. Ну, в разведке. Да, в разведке. И даже в одном, на одном зимовнике им встретился отряд красных в две тысячи шашек. И что интересно, они не побоялись, они ринулись в бой. И больше того, в этом бою они победили, они прогнали красных, отогнали. Очень много порубленных там было. Это был первый бой такой победоносный, который вселил надежду не только калмыкам, но и донским казакам, которые были, что они все-таки победоносны, их отряд победоносный. И они начали уже полностью, они как сделали круг по Сальскому округу, вернулись уже в станицу Константиновская. Это первый донской округ. Это уже был конец, конец апреля, да. Ну, середина апреля, конец апреля восемнадцатого года. И уже там, уже к этому времени все донские станицы восстали и уже делали свои отряды, создавали свои отряды. И уже с этого момента стала создаваться донская армия. И вот тогда-то пришло разрешение калмыкам, наверное, как они воевали в степном походе и за заслуги эти, разрешили создать свою национальную часть. И это вот оказался джунгарский полк. Сначала он не был в восьмидесятых, он просто, это потом, да, дали им номер присвоили восьмидесятых, это в сентябре восемнадцатого года. А в два месяца он назывался как джунгарский. Да, ему сразу дали название. Почему джунгарский? Потому что, вот я же говорил, что калмыкии, вот до революции, они хорошо помнили победы и Чингисхана, и джунгарского ханства. Они знали, что это были тогда великие победы. Да, да, да. И вот они поэтому и назвали свой полк джунгарским, чтобы он был победоносным. В станице Константиновской формируется вот этот полк, и он насчитывает около 1000-1100 шашек. И в нем было сначала три сотни, которые составляли вот именно Платовский и Грабберский. А в четвертой сотне там были, да, Брульская там, ну и еще там, которые из других станиц. И вот когда они создали этот полк, это они их сразу кидают уже в июне, не в мае они формировались, да. И вот в начале июня их кидают в районе Большой Орловки там бои. В общем, на помощь, так сказать, этим советам Красная Армия кинула войска, чтобы восстановить эти все советы. Ну а тут же все уже восстали, уже все собрали, все. Уже очень много полков, Донская Армия полностью уже сформировалась параллельно. Не только полки формировались, но и вся армия эта формировалась. И уже тогда стали очищать Сальский округ от Красных полков. Это очищение продлевалось до осени. И вот к осени весь Сальский округ и вообще даже больше половины области войск Донского. Она была очищена от Красных. И полностью контролировалась Белая Армия. И к осени даже они подошли к границам Астраханской губернии. Вот Джунгарский полк именно. И вот так как они хорошо воевали, у них было слабое место на стыке флангов армии Деникина и Краснова. Это был район Большой Зербитовского улуса как раз таки. Вот Яшалта. И из Унгарской полк кидает туда. Он входит туда в Сальский отряд генерала Золотарева. Генерал Золотарев, кстати, был этнический кореец. Настоящее имя его Ким Ин-Шу. Он был за Белой Армией. Он еще попал в плен в русско-японскую, попал в плен к японцам. А наши его войска освободили. И он присоединился к нашим войскам и стал воевать на стороне российской армии. Освобождал свою родину, Корею. И когда война закончилась, он приехал в Санкт-Петербург, чтобы повысить свое образование военное. Что у него получилось? Он в Первомировой участвовал в войне тоже за Российскую императорскую армию. Дослужился до полковника. И вот в 2018 году ему присвоили звание генерал-майора. И он там командовал сальским отрядом. И что интересно, у него конвой был из калмыков. Он специально брал из калмыков. Когда конвой калмыки, тогда спокойно, все спокойно. Это, кстати, тогда был дань моде. Краснов у него был конвой с полусотни калмыков. Мамонтов Константин Константинович, тоже генерал-лейтенант. Он тоже, у него конвой был. Он даже ее назвал летучая бригада калмыков своей. Когда знаменитый Мамонтовский рейд они прошли, калмыки всегда были в генерал-лейтенант. И вот когда Мамонтов ехал встречаться с Шкуро, он прям специально взял в конвоиры, свой конвой лично калмыков взял и представил как самый боевой полк. Во все города этот полк заходил первым. В Тамбов, в Козлов, в Елец, в Липецк. Во время Мамонтовского рейда калмыки всегда первые заходили. Ну а почему первые, это понятно, они всегда были в авангарде. Поэтому там даже вот в этой книге, даже я тут нашел отрывки из книг рейд 4-го корпуса Мамонтова. И там прямо описано было, как калмыки заходили, первые в Тамбов заходили. При отступлении, при всеобщем отступлении Белой армии зюнгарскому полку, конечно тоже приходилось отступать. Но при отступлении Белой армии также зюнгарский полк всегда был в варьергарде. Он всегда прикрывал отход, да. А вот русские офицеры, они очень часто, как бы не жаловались, а просто говорили вот вслух, мысли вслух говорили, почему зюнгарский полк один. И вот один из генералов, он прямо сказал, четко сказал, если бы таких полков как зюнгарский было бы десять, еще неизвестно, кто бы выиграл в гражданской войне. А если бы их было бы двадцать, то точно победа была бы за нами. Вот такие слова говорили. Это генералы Белой армии говорили про зюнгарский полк, который воочию видели, как он воюет. И, кстати, вот когда в варьергарде, когда отходила Белая армия и зюнгарский полк прикрывал, вот там в книге «Походы и кони» Раковского, там написано, что описаны случаи, когда переправу охраняют Калмыкии и все переходят потихоньку. И тут внезапно Красная конница подступила и начала рубить уже прям последних. Развернулись там, Тачанка развернулась и пулеметом стало всех прям сечь. На переправе паника. Все вот, ну-ка, в одну эту, да, и паника все это, сбились все в кучу, генералы, офицеры там, кони, да. И только Калмыкии спокойно все встали и стали прям ожесточенно отстреливаться, все отбивать эту атаку. И там вот это рассказывает Харунжи, Калмык, на лошади все скакал туда-сюда и плеткой показывал в сторону пулемет и командовал на калмыцком языке. И они прям этот, винтовочными выстрелами, они прям утихомирили этого пулеметчика, да, и все, и все спокойно стреляли опять это, и дальше прошли еще. И он сказал, только Калмыкии спасли положение при переправе. Скажу сразу, что вот у зенгарства полка практически не было поражения. За все время вот гражданской войны, за три года не было поражения. Единственное были, да, неудачные бои были. Да, потом один бой даже был, но он был не проигран, а просто панически они не испугались, а была сумятица. И когда их стали расстреливать прям вплотную в упор, несколько красноармейцев кстати всего. Первые ряды стали отходить и создалась немножко паника. Но это я не считаю бой, потом конечно все восстановилось, они все поняли, окружили, оказалось там всего там шесть красноармейцев было. Но это я не считаю это боем. Самую стойкость они показали на Черноморском побережье. Кстати, там было два полка наших калмыцких. Третий калмыцкий и восьмидесятый зенгарский. Восьмидесятый зенгарский, он вот в Адлере стоял, все части белой армии бросали оружие, патроны, лишь бы сесть на пароход. Убегали. Частей вооруженных не было практически. Был единственный вооруженный только зенгарский полк. Больше того, он даже собирал патроны, винтовки и они раздавали там равномерно по всем сотням. То есть они не отходили, они знали, что они будут договариваться. Да. И видя это другие части, они прям вот с умилением смотрели на это и думали, да, вот до чего калмыки молодцы, что вот до конца. Они знают, они знают, что они погибнут, а все равно они стоят спокойные. Это спокойствие передавалось от командира полка Тепкиного, как говорил Гаврил Владимирович. Он в любой ситуации был хладнокровным и спокойным. Даже если ситуация была критическая, он все равно сохранял спокойствие и хладнокровие и всегда принимал правильные решения. Был хороший тактик, стратег был хороший. И как командир он тоже был очень хороший. И вот когда все войска вот эти сели уже на пароход, Красная Армия уже подступает и надо было заслон выставить. И он сказал так, командир второй сотни, честь отдал я, говорит, на заслон. Молча вся сотня повернулась и поскакала в сторону Красных. Они знали, что они идут на смерть. Они знали, что они погибнут. И вся сотня, возможно, погибнет. Но они все равно молча все послушались и пошли. Командир Тепкин что делает? Сажает весь полк последним на пароход. Остается, спускает баркас и он стоит. Баркас или два баркас, ну в общем для этой сотни. И он ждет. И караул никого не подпускает. Знает, что сейчас калмыки сюда придут, с оружием придут. Сотня осталась вся жива. Заслонилась, заслон поставила. Задержали Красных. Вернулись, сели на баркас и сели на пароход. Вот так проявили стойкость. И когда приплыли они в Крым, все части были без оружия. Все побросали, да. А надо парадировать, парадом проходить. Врангель встречал прибывшие войска Черноморского побережья Кавказа. Но так как был вооруженный полк, только зенгарский полк, вот он и первым шел в параде прибывших войск. Весь вооруженный, с флагом, со знаменем, со своим полковым и во главе с командиром Тепкиным. Но это был не восьмидесятый зенгарский, это был третий калмыцкий полк. Да, он был брошен. Хочу сказать, что командир полка Слюсарев, он бросил полк, забрал знамя, на котором было изображено окон тенгер и этим знаменем прикрылся при проходе на пароход. Его не пускали на пароход, но он показал знамя, у меня полковое знамя. Его сразу пропустили. А сам полк остался на Новороссийске на заслоне. Командиром полка тогда заменил Абушинов Басан Иванович и Саул. Он командовал этим полком во время последнего боя Третьего Калмыцкого. Их оставалось там порядка около 300 человек. Это было где-то в две-три сотни, наверное, это было. И вот когда уже все сели на пароход, уже стало всем известно, что этот полк все окружили полностью. Уже уничтожать им предложили. Сдавайтесь, мы все равно вас сейчас всех порубаем. Что вы там это хотите? А так мы вас оставим в живых всех. Нет, они так не говорили. Они сказали, мы вас всех в живых оставим. Ну, с условием, что будете воевать нашей армии. Все. Если в живых оставят почему-то да это. Уже не за кого воевать. Уже никого нету на берегов. Все пароходы ушли. Они сложили оружие. И тут Красное командование. Там, кажется, черт был. Наждиф. Я не помню. Он обманул вот этих калмыков. И в назидание, в наказание как бы. Каждого второго стали рубить. И вот из 300 живых осталось 150 человек. Около 150 человек. Их всех кидают, зачисляют в Красную армию, да. И кидают на Польский фронт. Там с Польшей они воевали еще. Но во время боев с Польшей больше ста калмыков, ну там, может быть, 110-120, не знаю сколько, они перешли на сторону поляков. Эти же бойцы 3-го калмыцкого полка, они перешли. Ну они потому что понимали, что тут уже надо до конца идти, драться. И они уже, будучи перешли, когда на сторону поляков, в польской армии воевало несколько дивизий казачьих. Наши донские казаки там были. И они, нет, они, да, они там вошли в полк Духопельникова. И там они в пятой сотне, кажется, были, все там калмыки были. И вот они воевали за польскую армию. И даже вот Леон Мантуков такой был, калмык, он даже получил валичный крест польский за отвагу, за смелость. И они победили, поляки там победили, оставили свои границы и красные ушли. А поляки, которые вот этим, куда деваться этим калмыкам, ну их носким казакам, они все в эмиграции остались в Польше. В Польше остались, а поляки они же, ну какие, они не любят. Для них главное в Польше, чтобы жили одни поляки, все. И они поставили вот этих всех эмигрантов в такие условия, что они были вынуждены все уехать из Польши. Но уезжали в Югославию, Чехословакию и во Францию. И вот наши калмыки тоже, они тоже в основном уехали в другие страны, но некоторые все-таки вернулись в Россию. Я знаю несколько человек, может их больше было, конечно. Они вернулись в Россию обратно и большинство им ничего не было. Вот мне рассказывали в городовиковские, старики рассказывали. Один рассказывал, что вот у него дед был в джунгарском полку служил, и он рассказывал, как джунгарский полк воевал. Говорит, как вот Чингисхан воевал в свое время, такие, тоже такая тактика была. Посылают сотню вперед к красным, а там стоит дивизия или бригада, ну или полк там, хоть кто. Они вот так разворачиваются, бегают, привлекают их и начинают отступать. Те видят, что их мало, ну сотни всего, начинают за ним. Они начинают их растягивать, растягивать, растягивать и потом за условленный курган или там в балку, раз все туда ныряют, заскакивают. А там стоят шесть тачанок готовых. И вот вся вот эта конница красная вылетает из-за бугра или кургана, и их прямо начинают все расстреливать. Конечно, это неожиданно для них все, и очень много убитых, раненых сразу, и уже они начинают отходить. И тут уже с флангов, сбоку, со всех сторон уже в настоящую лаву уже идут, в атаку, и уже порублены, уже на много пройдевшие ряды уже, и уже так порублены. Чингисхан такую тактику применял, но только тогда были луки-стрелы, когда они растягивали, потом с флангов их атаковали. Зюнгарский полк участвовал в боях со специальной дивизией жлобы, так называемой стальной дивизией она была. Там было на стороне красных было двадцать пять тысяч штыков, это пехота, и двенадцать с половиной тысяч шашек, это кавалерия. Это вот какое громадное. А против него был выставлен только Донской корпус, но правда еще было пять аэропланов с пулеметами. И что интересно, Корниловский полк ударил по ним, но видать слишком не рассчитал силы, их захлебнулась атака, когда они стали отступать, и он за ними, вот этот весь корпус жлобы погнался за этим Корниловской дивизией. Вот эта вся армада, она не может одновременно двигаться, да, и поэтому она вот так растянулась, и тут вылетели вот эти пять аэропланов, стали строчить из пулеметов все так, и сбоку вылетел наш джунгарский полк. Там, конечно, были еще Донские полки, но джунгарский полк, он до того влетел в такую гущу массу, в массу вот эту, что сами казаки, офицеры командования Донского корпуса, они сразу сказали, джунгарский полк в этом бою внес очень большую лепту, самую большую лепту в этом бою. Они тоже, растянутые вот эти войска, рубали вот так вот, всех подряд. И в этом бою было захвачено 11 тысяч пленных, там сам корпус Донской, он имел где-то 8 тысяч где-то примерно, может быть, 7-6 тысяч, а захватили в плен 11 тысяч. Вот 60 орудий захватили. И что самое интересное, самое интересное, джунгарский полк в этом бою, у них не было седел. Они что делали? Они брали мешок, набивали соломы, завязывали на лошадь и на этих мешках атаковали, воевали на вот этих мешках. И когда они вот этот, вот этот бой все закончился, все, они полностью оснастили своих лошадей, обмунирование, все. И за вот этот бой Врангель джунгарскому полку вручил на такую награду, как георгиевские серебряные трубы. Эта награда она дается подразделению, ну, полкам, за какие-то особые какие-то, да, такие успехи в боях, за боевые действия. И вот он им вручил. А само командование, там, кстати, они в плен чуть не взяли жлобу, самого жлоба, но он спасся на автомобиле. Ну, уехал, быстро уехал, поэтому спасся. А его конь достался вот как раз таки вот донским казакам. И офицеры командования Донского корпуса, она прям, этот конь, он был белого цвета, такой хороший конь, какой-то породистый. И полностью сбруя была из серебра. И они этого коня подарили зунгарскому полку за то, что вот они вот такую большую лепту внесли. А уже калмыки в полку, они его подарили командиру шестой сотни Даржи Ивановичу Ремелеву. Потому что он как бы в этом бою самый больший опыт. Это вообще была такая вот очень операция. Большой огромный опыт многолетних, так многовековых, получается. Да, да, да. Загонных облавных охот. Да, да, да. Я тоже так думаю, это же было, как вот... И еще на мешках соломы. А те были нормальные эти. А еще один случай тоже был, но это уже в мамонтовском рейде, это уже в девятнадцатом году, в сентябре, в августе девятнадцатого года. Тогда зунгарский полк участвовал в этом мамонтовском рейде. Там было всего около девяти тысяч шашек. Было три дивизии. Вообще это был четвертый корпус мамонтова. И вот мамонтов этот зунгарский полк держал всегда у себя, возле себя. Первым они входили в города. И вот в этом рейде этим корпусом было уничтожено пять больших узловых станций, железнодорожных станций. Это Тамбов, Козлов, Елец, грязи, Косторная. И там все какие поезда, все вагоны были взорваны. Все склады продовольственные были разданы мирному населению. Интендантское имущество, все было разделено между собой. Оружие тоже. Было захвачено пять бронепоездов, из которых два мамонтов использовал. В плен было захвачено, ты не представляешь, восемьдесят тысяч человек. Девять тысяч человек, ну тумент, да, 80 тысяч мобилизованных Красной Армии они взяли в плен. И они им говорят так, мы вас не будем нигде держать, идите домой. А они это, мы не хотим домой идти. Вот почему? Нас расстреляют, говорят, ну тогда идите куда хотите, вы нам не нужны. Единственное, они из них сделали тульскую пешую дивизию из трех тысяч штыков, да. Она пешая была, потому что лошадей не было у них. Ну вот три тысячи, ладно. А куда семьдесят семь тысяч девать? И вот этот хвост весь вот из семидесяти тысяч, он за ними вот оплелся. И, конечно, мешал. И мобильности лишал, и маневренности лишал, ну мешал, в общем. И что они, они придумали, что командование Мамонтова, они взяли каждому солдату вот этому, написали в справку, захвачен в плен такого-то, и освобожден, отпущен домой, все. Каждому раздали, после этого, да, они разошлись. Они боялись, да, что их расстреляют. А так, то, что увидишь, вот справка, я попал в плен, все, и они меня отпустили, все, и они ничего не сделают. Структура полка, вот как она не по военному подразделению, как она подразделялась там, взвода, сотню, про это я тоже скажу. Вообще, сам полк, он состоял сначала из четырех сотен, потом к двадцатому году, там каждой сотне было по 230-240 человек. А к двадцатому году их стало шесть сотен, также тоже где-то по 200 человек примерно. И вот, каждая сотня, она делилась на полусотню, на две полусотни. И в каждой полусотне было три взвода. Это значит в одной сотне, это шесть взводов. Да, шесть взводов. Но что интересно, сотни, вообще полк, по Чингисхановскому принципу он состоял, в одном взводе были с одного хатона, в одной полусотне были с одной станицы. И вот так вот, чтобы, если кто-то отступил, ему было стыдно перед своими однохатонцами или родственниками. Потому что родственников очень много было, братья там, племянники, дядьки. Даже отец с сыном даже были, да, вот так вот, да. И вот такая была структура. Я вот заметил, что в сотнях прям, в первой сотне были Грабберские, во второй сотне тоже Грабберские были, в третьей были Платовские уже. В четвертой сотне были с остальных станиц, но они все компактно были. Каждой полусотни там, в одной странице там, в каждом взвод с одной страницы. Они все друг друга знали. И вот, может быть, этим тоже предопределялась вот этот успех в сражениях, в боях. Вот это тоже интересно. Это я недавно заметил. Я еще хочу сказать про зюнгарский полк. Вообще, командование Белой армии, она считала зюнгарский полк, да, тоже она считала его боевым полком. И вот, что интересно, когда, где бы ни был зюнгарский полк, там было спокойствие. И командование было спокойно. И когда в Сальском округе, где в станице калмыцкий находился зюнгарский полк, там тоже было спокойствие. Все, зюнгарский полк пришел, все, спокойная жизнь началась. Вот он приносил всегда спокойствие и защиту, всегда был защитником. А еще Белое командование, она про зюнгарский полк говорила, что самый надежный полк, самый верный полк, верные присяги полк, самый боевой, самый отважный и самый стойкий. Насчет стойкости был пример феврале двадцатого года, когда зюнгарский полк входил в корпус Павлова, четвертый донской корпус. И так получилось, что весь корпус заночевал в степи. Они не смогли в станице прийти, потому что там красные были, их выбили оттуда. И им пришлось заночевать в степи. Само собой нет, деревьев нет, дров нет, костров не разводились, костры. А был двадцатиградусный мороз. Четвертый корпус насчитывал около четырех тысяч казаков. И после этой, после одной ночи, вот этой двадцатиградусной, которая была, на этом поле осталось около двух тысяч трупов. И ни одного Калмыка, да. Потому что они всю ночь танцевали, грелись, пели, мясо не пожалишь, они ели сырое мясо, сырое мясо. А если кто-то засыпал или кто-то, они его толкали и кричали там, не спи замерзнешь. Может быть от этого пошла вот так вот, не спи замерзнешь. Вот они толкали и все, в полку было только обмерзших около пятидесяти человек. И то это были офицеры донские казаки, русские. А среди Калмыков вообще, ну с десяток может что-то отморозили там и все. А трупов вообще не было. Погибших, замерзших наспирь не было ни одного. То есть это говорит о силе именно народа? Да, стойкости даже к природным таким вот этим тяготам. Но я хочу сказать, что в первую мировую войну порядка 600 Калмыков получили эти Георгиевские кресты. Но так как они давались по степеням, сначала четвертая степень, потом третья, вторая и первая. Соответственно, за четыре подвига надо таких совершить, которые по статуту было положено давать вот этот Георгиевский крест. Полный Георгиевских кавалеров в первую мировую официально считается двое только. Один это Нусхаев Федор Оренбургский калмык, а уральский калмык. Второй это Урхусов Василий Растович. Это уже Донской калмык. Вот они официально полные кавалеры. Да, есть фотографии в первую мировую войну. То есть больше нет? Нет, сейчас я скажу еще добавлю. В общем, а полные бантисты они есть. Но дело в чем, во время гражданской войны, когда гражданская война началась, атаман Краснов, он во время боев в гражданскую войну, он сохранил все эти ордена императорские. И это было только в области войск в Донском. В других регионах ордена, медали никому не давались. А вот кто был в Донской армии, тем не давались за гражданскую войну. И я даже знаю, что некоторые калмыки получали Георгиевский крест именно в гражданскую войну. После Первой мировой, есть такой Джувинов Цирен, у него после Первой мировой было три креста, а после гражданской у него уже было четыре. Но четвертый крест, по всей видимости, он получил в гражданскую войну. Потом три креста было у Шарапова Андрея Поляковича. Он тоже получил четвертый крест в гражданскую войну. Потому что его братишка, Сядей Полякович, он вернулся в Россию. И вот его родственники, внуки уже, они утверждают, да, он говорил, что у его брата было четыре креста, он лично видел. А официально, после Первой мировой, у него три креста. Это значит, четвертый крест он получил в гражданскую войну. Да. Потом был упомянут такой Гулер Норминов, тоже полный бантист. Полный бантист, это значит все четыре креста у него, да. Опять же, нигде нету, не зафиксировано в архивах, а вот в воспоминаниях, да. Но, видать, тоже, наверное, гражданскую войну получил. Получается, в архивах не пишут, да, за кавалеры, за гражданскую войну, да? Да, но только известно про двух. А про гражданскую войну, нет, есть документы, когда в гражданскую войну вручают крест. Есть такие, даже одному калмыку мне прислали документы, да, где-то в девятнадцатом году, что ли, ему крест учили. Было три, три резни больших калмыцких обозов, мирного населения. Это в Лопанке, в Краснодаре и вот как раз на побережье Черноморском. Там очень прям вырезали всех подряд детей, женщин, стариков. Всех вырезали, да. И, конечно, именно по национальному признаку, да. И вот, конечно, в виде все вот это, ну, у любого человека, не просто даже, который к этой национальности принадлежит, коим был Кирсан или Умжина, который застрелился. Даже, ну, русский посмотрит, это вообще ужас. Это ужас, что творилось. Эта трагедия очень большая была. Поэтому, может быть, это и правда, что он, да, застрелил свои идеи. Ну, я скажу сразу, я написал, что я калмыкик. Почему? Потому что калмыки, они только в России живут. Правильно же? Те калмыки, которые живут в Киргизии, ну, это особый случай. Во-первых, они мусульмане, во-первых. Во-вторых, они здесь, в Калмыкии, никогда не были на Волге. Они не были, их предки не были никогда. Они пришли в Джунгарии. Просто их почему? Почему вот, ну, это вот, я с этой версией тоже придерживаюсь. Почему калмыкам называют халимгут? Ну, калмыки, да. От слова халимгут. А халим на древнем монгольском, на древнем монгольском, не современном, означает то, что вылилось лишнее из чаши. Вот, когда ты наливаешь в чашу, что-то вылилось. Она выливается не в одну сторону, там, назад. Она же в разные стороны. И поэтому, вот, на тяньшане остались, которые вышли из Джунгарии, калмыкии. Сарт-калмыкии, которые в среднюю лазию ушли, калмыкии. На запад, в России ушли, калмыкии. Халимгут, общее слово халимгут. Просто казахи, вот почему вот все говорят, о, это нам казахи придумали кличку. Я не думаю, что калмак, да. А я так считаю, что это просто тюркский язык и монгольский. Он, очень много слов одинаковых. И у них, да, есть слово калмак, это отделившийся. Ну, это то же самое, в принципе. Смысл другой. Да, смысл. Да, да, да. Даже не можно говорить, вот так вот чашка делаем, а вода, чай, именно чай. Да. Ничего другое. Только чай можно само-то сказать. Да, 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 да. А вот у казахов, у них нет буквы Х. Они вместо Х говорят Х. Поэтому они, халмык, они не могут сказать. Они говорят, халмак, они говорят, да. Да. Так они и русским это передалось. Халмак, но они просто халмык, потому что мы говорим хальмык. Ну, как бы, да. Они халмык тогда написали, и все. Когда мы пришли в Россию, это, ну, в 1608 году, как здесь остались, мы стали калмыки. Нет нигде такого народа калмыки. Да, но мы-то знаем, что мы айраты, что мы монгольского народа тоже, да. И, но мы уже сколько прославляли свое имя калмыцкое, да, что мы калмыки, во всех войнах сколько, да, нас боятся, как калмыков. Нас знают, как калмыков. Мой дед был калмык, отец калмык мой, прадед был калмык. Почему я должен называться, ну, там, монголом или айратом? Да, я айрат, да, я монгол. Основу, да, но… Это как орлан. Да. Да, вот, калмыцкий орлан. Да, любой род, любой народ, он, как сказать, подлежит, подлежит эволюции. Рождаются новые рода, новые народы, там, да, названия новых родов. Так же, так и тут. И тем более, что сколько, 400 лет наши предки, наше имя калмыцкое, да, как вас прославили. И нас знают, как калмыков. И мы недаром сюда пришли, на вот, сюда, на Волгу, калмыки пришли, между христианским и мусульманским миром. У нас есть какая-то миссия, которую мы, я так думаю, еще не выполнили. Она нас ждет впереди. И это особая миссия. Недаром мы здесь остались, недаром здесь засвели лотосы на Каспийском море, в дельте Волги. Это не просто так, все не просто так. И поэтому я буду писаться калмыкам. Если я поеду в Америку, там, или во Францию, скажу, а вот ты кто? Я же был калмык. А, калмыки, да, они воевали, они воины сильные, да. А если я скажу монгол, они сказали, а Чингисхам. А если я скажу Айрат, ну, вряд ли они скажут, что джунгарское ханство, там, они знают. А вот уже калмыкам более воинственные, более, даже сейчас в интернете, там, да, там, в пятерку воинственных народов калмыки вошли. Не айраты, не монголы, а вот именно калмыки. А если вот кто-то говорит, допустим, ну, как ты слышал, наверное, да это нам казахи кличку дали. Ну, этому есть объяснение. Это просто они кричат так. А зачем этим казахам уподобляться и верить им, и потакать им, что да, нам надо переименоваться. Да нет, надо наоборот стучать. Какую кличку вы нам дали? Калмак? Это наше самоназвание. Вы просто букву Х не можете выговаривать. И все. Поэтому у нас калмаками называете. А так мы халмак, халмгуд. Всегда надо смотреть в корень, смотреть самоназвание народа. А самоназвание народа какое? Халмгуд, да. Да, и все. Чеченцы же, да, чеченцы же тоже, они же, по-чеченски там ногчи, они же говорят, они ногчи. А русские их называют чеченцами. Ничего, нормально. Так же немцев. Они сами же не немцы, с немцами, они дойчи. Ну, сами себя называют. А мы их называем немцами, да. Ну, и что? Пускай. Они же не говорят, что чего нам кличку дали немцы. Но это не кличка. Так и тут тоже это не кличка. Ну, я считаю, что калмыцкий народ сильный народ. Он не раз возрождался из пепла. И сейчас тоже возродится, я думаю, так. И что хорошо, у калмыков есть эпос джангар. Эпос, я считаю, это душа народа. А он у нас героический. Значит, и душа у нас героическая, у калмыцкого народа. И я считаю, каждый калмык должен это знать. И должен себя вести как воин. Вот сколько калмыков, столько и воинов. И тогда победа будет за нами. И тогда будет у нас и прекрасное будущее, и расцвет калмыкии будет. Все будет. Просто надо немножко понять, что мы калмыкии. И надо гордиться этим. И у нас все получится. Отлично. Я думаю, так. Большое спасибо. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.